Александра на станции переливания крови знают уже в лицо. И неудивительно, он здесь в 21 раз. Цель изначально ставил, хотел получить почетного донора, добиться такого результата. Вот у меня настоящий момент. Я сдал уже 20 раз кровь. Мне до почетного донора еще 20 раз надо сдать. Процедура сдачи крови занимает не более получаса. Из них 15 минут экспресс-анализ, заполнение анкеты, измерение давления и обязательная беседа с врачом. За один прием могут взять не более 450 мл крови. Больше нельзя для донора. Вредно. На самом деле это совершенно не больно. Я отворачиваюсь просто потому, что мне, например, так комфортнее. У нас еще остались, конечно, запасы, те, которые мы делали до коронавируса, до карантина. Но, к сожалению, их уже все меньше и меньше. И в ближайшем будущем мы можем столкнуться с такой проблемой, что нам просто будет не хватать крови в принципе. И это ближайшее будущее. Ну, чтобы было понятно, это примерно в ближайшие неделю-две. Стать донором может любой желающий, если он здоров и старше 18 лет. Важно, чтобы не было хронических заболеваний. Подготовиться к кроводачу очень просто. Вредные привычки лучше исключить за несколько дней. Накануне не есть жирное и жареное на ночь, не употреблять спиртное минимум, чем за двое суток, за 72 часа не принимать обезболивающий и аспирин, а в день сдачи позавтракать сладким чаем с вареньем. Ситуация сложилась сложная. Мы все хотим быть здоровыми, но есть пациенты в больницах, которые нуждаются в крови, и у них шанс на здоровье очень мал. Без вашего участия его практически нет. Сдать кровь в отделение переливания крови Одинцовской больницы можно по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Евгения Августина, Екатерина Тулупова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.